А вместо моей интрушки в начале я хочу посоветовать вам канал Кирилла Борисова. Парень снимает видеоролики, которые посвящены ГТА и старается делать каждое видео еще лучше. Поэтому, если тебе интересно, возьми и подпишись. Это несложно. Дапа покупает дигл в реальной жизни, хотя на самом деле это кольт. Митин делает плюс-ц баг в реальной жизни. А мы сегодня будем готовить еду из ГТА-са в реальной жизни. И чтобы вас не отвлекать, всем привет для начала зрителям моего канала и тем, кто мимоходный. Я думаю, многие видели те самые видеоролики, что кто-то делает что-то в реальной жизни. Почему бы нам не поучаствовать тоже в данном сотворении чего-либо в жизнь? Я вот как-то проходя миссию в ГТА Стандрес, имел мало хп и денег было не особо много на начальном этапе игры. Но мне нужно было пополнить каким-то образом свое здоровье. И я заглянул в ближайшую пиццерию, где купил самый дешевый набор за 2 доллара. И я такой задумался, а можно ли сделать такой набор за такую же цену или вообще сделать его как можно дешевле? Сегодняшнее видео напоминает чем-то челлендж, который мы должны будем выполнить. Ну так давайте попробуем узнать, получится у нас уложиться в 2 доллара и сделать аналогичный набор, который вы можете сейчас наблюдать в каком-то верхнем углу экрана. Не определился я еще, куда его нужно вставить. О благодарности в выделенных средствах я хочу полугодарить Гранд Ролеплей, который выделили мне целых 2 доллара на данный видеоролик. И единственную благодарность, которую они от вас примут, это если вы зайдете на сервер и ведете мой промокод, который даст вам 30 тысяч зеленых, плюс випка на 3 дня, плюс писюн у вас увеличится, ого-го как. И 3 дня в общежитии и все прокачанные скиллы на оружие. Поэтому дерзай, а мы начнем. Все, что мне потребовалось приобрести для кастфуда набора за 2 доллара, вы видите на экране. На самом деле это самое адское, что со мной происходило, потому что уложиться в 2 доллара оказывается не так-то и легко, но я смог. Итоговый чек у меня составил 123 российских доллара, что на данный момент составляет как раз-таки 2 доллара. В целом вы также можете попробовать сделать то же самое, что и я, и порадовать своих гетто-тащеров или свою фэмили, чтобы они сказали, ох, а мы уже хотели тебя в детдом сдавать, слава богу мы этого не сделали. Первый этап это подготовка. И я начал с сыра, который надо натереть на терке для дальнейшей посыпки на тесто. Блин, я как будто какой-то кружок для начинающих поваров веду. Ладно, не отвлекаемся. Когда мы сделали свой первый шаг к приготовлению аналогичного набора, пути назад у нас уже нет. На картинке я, кстати, вижу еще картофель фри, значит нам необходимо тоже сделать картофель фри. Поэтому сейчас мы режем картофель дисками, а затем уже режем брусками, чтобы потом кинуть кипящее масло. Ах да, после того, как мы его нарежем, я его закинул специально в воду, иначе спустя 5 минут она будет чернее, чем сам СиДжей. А теперь приступаем к основе. Разрезаем тесто ровными прямоугольниками столько, сколько у нас получится. У меня получилось это 5 прямоугольников. Теперь просто берем и делаем треугольники из них, и если собрать все остатки теста, то можно сделать и шестой. Достаточно просто будет его раскатать, и вуаля, шестой кусок у нас уже есть. Блин, зачем я сам пошел? Надо было открывать свой кулинарный кружок. Теперь вроде все готово, и дальше будет только легче. Выкладываем на противень наши тестовые заготовки, и начинаем размазывать кетчуп по каждой нашей заготовке. А учитывая того, сколько у нас его имеется, вы можете его не жалеть. Но если вы еврей, то половина пакета вам хватит с головой, остальную можете продать. Следующим шагом просто кладем нашу купленную колбаску так, чтобы она поместилась, и посыпаем это все сыром. И включаем духовку на 180 градусов, и ставим туда на 20 минут. Ну, а теперь картофель фри. Наливаем мы растительное масло так, чтобы картофель наш плавал, но делаем это когда, когда дома никого нет. Иначе вам просто дадут, ребята, пизды за такой расход масла. Все, закидываем картофель, и 5 минут будет достаточно для его готовки. Теперь нам остается только ждать. А когда все готово, я теперь могу вам предоставить итог того, чего мы получили. У нас имеется 6 кусков пиццы, и достаточное количество картофеля фри. А себестоимость одного такого набора у нас составила всего 20 рублей. Такой магазин даже нигде и не встретишь сейчас в данный момент. У нас, по сути, получилось сделать данный набор еще дешевле. А если вы евреи, вы можете остальные кусочки пиццы и картофеля фри взять и продать, и заработать еще вдобавок. Вот вам, в принципе, готовый бизнес с хорошей финкой. Дерзайте, ребят. Вот и подошел к концу наш такой необычный видеоролик-челлендж, который я с успехом вроде как смог выполнить. Ну а если вам понравился данный видеоролик, то все, что ты сможешь сделать, это поставить лайк. И если здесь наберется как минимум хотя бы 2 сотки лайков, это, я думаю, не так уж много, то давайте в следующий раз мы зайдем в Бургершот. Может, у нас там что-то получится интересненькое сделать. А так, спасибо вам большое за просмотр. Всем вам удачи и до скорых встреч.